Здравствуйте! Вы смотрите программу «Время русского мира». В студии работает Александр Пасечник. О самых интересных событиях недели расскажем вам прямо сейчас, в этом выпуске. «Небесная лилия» – история героини-летчицы. Русская песня на Донбассе. Ансамбль под руководством Надежды Бабкина вернулся с гастролей. Актуальные вопросы русскоязычной диаспоры обсудили на конференции в Коста-Рике. А теперь подробнее об этих и других новостях. Время неумолимо бежит вперед. Сменяются поколения, но герои Великой Отечественной войны остаются с нами и сегодня. Одним из таких была летчица Лидия Литвяк, память о которой увековечена в документальном фильме «Небесная лилия». Об истории создания киноленты в сюжете Евгении Фахурдиновой. Сколько же в этой маленькой, хрупкой, но отважной девушке патриотизма и любви к родине. Лидия Литвяк – первая в мире женщина-ас, попавшая в книгу рекордов Гиннесса. Именно о ней, легендарной летчице времен Великой Отечественной войны, героя Советского Союза, рассказал в своем фильме «Небесная лилия» Николай Горнаков. Фильм под названием «Небесная лилия» про Лидию и Литвяк, героя Советского Союза, я стал снимать не сразу. Сначала я с удивлением узнал, что память ее в Москве, где она родилась, откуда уходила на фронт, жила по улице Новослободская, дом 14, неувековечена, нет мемориальной доски. Обратился к президенту России Путину Владимиру Владимировичу с просьбой оказать содействие, увековеченне память Лидии Литвяк. В 14 декабря 2018 года мы уже открыли в торжественной обстановке мемориальную доску про Лидию Литвяк. Лидия Литвяк прожила короткую, но яркую, наполненную любовью к родине, жизнь, которая обрывалась, когда ей был всего 21 год. Ее судьба, как и у всех советских девушек и парней, оказалась разделена на два периода, самым страшным словом – война. Лиля, именно так звали ее близкие друзья, пришла в авиацию, когда ей исполнилось 14 лет. Свой путь в профессии летчика она начала в Херсонской школе пилотов. С началом Великой Отечественной войны Лидия всячески пыталась попасть на фронт, обивала пороги военкоматов, писала письма. Ей все время отказывали. В одной из газет она прочла короткую заметку о том, что Марина Роскова собирает женский авиаполк, чтобы бить врага. Лидия приписала себе недостающие 100 часов налета и смогла уговорить военного комиссара взять ее в армию. Фильм этот снял для молодого поколения, чтобы молодежь равнялась и брала примеров с таких, как Лидия Литвяк. Это не вымышленный какой-то голливудский персонаж, фантастический, а настоящий человек, настоящая судьба, настоящий герой, настоящие подвиги. На счету Лидии Литвяк за 168 боевых вылетов было 12 уничтоженных самолетов противника лично и 4 в группе. По традиции асом считался пилот, одержавший 5 побед. 1 августа 1943 года Лидия Литвяк не вернулась с боевого задания. В ходе четвертого за тот день вылета ее истребитель Як-1 пропал в районе села Мариновка Ростовской области. В конце 60-х годов, когда зародилось поисковое движение, школьники из Луганской области узнали от местных жителей, что летом 1943 года на окраине хутора упал советский истребитель. Его пилотом была девушка. Похоронили ее в селе Дмитровка Шахтерского района в братской могиле. 5 мая 1990 года Лидия Литвяк были посмертно присвоены звания Героя Советского Союза и старшего лейтенанта. «У нашего народа великое прошлое, и нам есть, кем гордиться, а самое главное, есть с кого брать пример. И люди живы, пока о них помнят, о своих героях мы не забудем». В театре «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной состоялось открытие 8-го театрального сезона. Этим летом ансамбль выступил с концертной программой на Донбассе, а по приезде коллектив стал готовиться к новому сезону. О том, как прошло торжественное открытие, в материале Екатерины Матвеевой. Московский академический театр «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной открыл в этом году 8-й театральный сезон. С начала специальной военной операции коллектив театра поддержал нашу армию и руководство России гастролями на Донбассе, где артисты выступили с песнями на русском и украинском языках. Сейчас, когда мы были на Донбассе, люди с нами всем залом пели украинские песни на украинском языке, точно так же пели и русские песни вместе с нами. Я не видела никакого различия, а самое главное, в этот момент душа начинает работать человек. И то, что там сейчас происходит на Украине, мне кажется, это некая вакханалия, придумана вовсе не русскими людьми, вовсе не нами. Наш народ историей ведется сам по себе глубоким, доброжелательным, гостеприимным, радостным. Артисты представили программу «Русская песня от души», в рамках которой прозвучали такие известные произведения, как «Песни о родине», «Казачка Надя», «Костры горят далекие» и другие. Местные жители, которые собрались в полуразрушенном Доме культуры, встречали гостей бурными аплодисментами. Ансамбль «Русская песня» и лично Надежда Бабкина подарили настоящий праздник жителям Донбасса, исполнив лучшие народные и авторские произведения в современных аранжировках. Также народная артистка России пообщалась с местными жителями Мариуполя и Володарского района, обратилась к ним со словами поддержки. Я приехала сюда поддержать людей. Все очень грустное, жалко, не понимаешь, как это может быть в 21 веке. Я оказался не готов, потому что когда мы подъезжали к Мариуполю, повисла просто гробовая тишина в автобусе, никто не мог вообще ничего сказать. И правда, зрелище абсолютно незабываемое. А я увидел то, что нету ничего. Нету ни одного живого дома. Нету... Все разрушено абсолютно. Однако, несмотря ни на что, артисты смогли подарить настоящий праздник жителям Мариуполя, исполнив народные песни от всей души. С нами пел весь зал. Была невероятно тепла атмосфера. Мы были настолько объединены, настолько скреплены. Такая невидимая связь между нами царила, что мы, сами находясь на сцене, не могли сдерживать слезы, радость, смех. Не хотелось заканчивать свое выступление. Люди были нам настолько благодарны. Во все времена искусство лечило душу, помогало справиться со сложными жизненными обстоятельствами. То же самое случилось и сейчас. Эти гастроли стали особенными не только для жителей Донбасса, но и для самих артистов. Екатерина Матвеева. Специально для телерадиокомпании «Русский мир». Накануне в Коста-Рике прошла региональная конференция российских соотечественников из стран Америки, Новой Зеландии и Австралии при участии представителей фонда «Русский мир». Подробности далее. В последние дни сентября в Коста-Рике прошла региональная конференция российских соотечественников из стран Америки, Новой Зеландии и Австралии. Делегаты обсудили основные задачи и определили перспективы развития связей России и соотечественников. Были рассмотрены актуальные вопросы и проблемы, с которыми сталкивается русскоязычная диаспора. В число основных тем вошли защита прав и законных интересов соотечественников, поддержка и продвижение русского языка и культуры России, а также экономическое сотрудничество с российскими регионами. Кроме того, эксперты поговорили о развитии молодежного движения соотечественников. Особое внимание на встречу уделили уровню подготовки к 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Конференция прошла при участии представителей фонда «Русский мир». Русский мир – это объединяющее понятие, как вы знаете, по отношению ко всем, кому дорого русское слово и русская культура. При всех профессиональных, конфессиональных, образовательных, этнических и прочих различиях нас всех объединяет сопричастность к судьбе России, которая в совокупности своих свершений является, по сути, колыбелью цельной цивилизации, цивилизации русского мира. Также с приветственным словом выступил посол Российской Федерации в Коста-Рике Юрий Беджанян. Он отметил особое значение конференции в свете предпринимаемых Западом попыток расколоть русское зарубежье, вывести Россию из мировой политики и культуры. Введение антироссийских санкций, по словам посла, противоречит общечеловеческим ценностям. Также ранее в Пекине прошла 15-я конференция российских соотечественников, в которой присоединились дипломаты и представители русских клубов из разных регионов Китая. Участники встречи признали, что антироссийские нападки не могут повлиять на объединение соотечественников. В общественной палате Российской Федерации состоялась презентация энциклопедии «Герои нашей Родины. Путь патриотов». Речь идет о космонавтах, военных, ученых, спортсменах, деятелях искусств и многих других. Эта энциклопедия призвана сохранить и увековечить память о героях страны. В Большом зале Общественной палаты Российской Федерации состоялась презентация энциклопедии, собравшей целную информацию о выдающихся людях, в том числе и о героях современной России. Память, увековеченная в книгах, единственное, что может противостоять подмене исторических фактов и искажению истории в целом. Во время презентации прошло первое знакомство с героями энциклопедии, обсуждение актуальных вопросов на примере личного опыта людей, среди которых были выдающиеся ученые, космонавты, летчики-испытатели, Галина Брок-Бельцова, Алексей Макарычев, Владимир Горевой и другие. Также на презентации присутствовали представители общественных организаций, поддержавших проект. Благодаря им и появилась энциклопедия «Герои нашей Родины. Путь патриотов». Проектов очень много, и сегодня очень важно, что они появляются, что приходят люди, думают о том, как чувство патриотизма привить детям, привить молодежи. Здесь, конечно, идет энциклопедия героев, начиная от героев Великой Отечественной войны до сегодняшнего дня. Большой вклад в разработку и создание энциклопедии внесло отделение Московской области «Бессмертного полка России». Собраны абсолютно уникальные истории героев, которые наиболее интересны для изучения, потому что это не какие-то энциклопедические данные с точки зрения науки, а это именно живые истории, которые кработливо собраны. Интересно отметить, что в энциклопедию вносятся также герои нашего времени, с которыми можно познакомиться. Руководитель проекта «Герои нашей Родины. Путь патриотов» Олеся Иванова рассказала о дальнейших планах, связанных с энциклопедией. Энциклопедия будет выходить ежеквартально с пополнениями, с рекомендацией от общественных организаций о выдающихся людях России. Энциклопедия у нас для воспитания нашего младшего поколения, для студентов, для школьников, для тех детей, чтобы могли выбрать свой путь. Благодаря этой энциклопедии «Герои нашей Родины. Путь патриотов» мы сможем воспитать подрастающие поколения на примере наших героев, а не западных. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Если в вашей стране, городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим материалам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости rm.sobaka.yandex.ru Всего доброго и до свидания!